Здравствуйте, Марина Олеговна. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за лестную рекомендацию. Я расскажу о новых международных рекомендациях по диагностике лечения миокозов онко-гематологических больных. Помимо того, что я заведующий кафедрой и профессор, я еще представляю несколько отечественных и зарубежных медицинских сообществ, в том числе Европейскую гематологическую ассоциацию, Европейскую конфедерацию по медицинской технологии. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, я хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Микозы могут осложнять течение не только гематологических заболеваний, но и на хорошо вам знакомую инфекцию COVID-19. Вот посмотрите, пожалуйста, на результаты небольшого ретроспективного анализа, который провели в Кельне группа профессора Корнелия. Они обследовали больных с тяжелым течением COVID-19 и острым респираторным дистресс-синдромом. И они всем проводили бронхоскопию с лабораторными исследованиями. Больных тяжелым COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом. Если ваши пациенты заболеют коронавирусной инфекцией, думайте о Грегбах. Ну и о Грегбах вообще полезно думать, потому что по результатам почти 200 тысяч аутопсий выяснилось, что у гематологических больных микозы были причины летальных исходов в 25% случаев. И при этом половина больных не получала противогребковую терапию. То есть диагноз при жизни поставлен не был. Ну и, соответственно, медицинские сообщества, различные медицинские сообщества, готовят рекомендации по диагностике тех или иных грибковых инфекций. Я расскажу сегодня о двух рекомендациях, в подготовке которых я принимал участие. Первая – это рекомендации Европейского общества клинических микробиологов и инфекционистов Европейской конфедерации медицинских микологов и Европейского респираторного общества диагностика лечения аспергиллеза. Рекомендации были опубликованы в 2018 году. Ну, напомню вам, хорошо надеюсь, вам известны критерии силы рекомендации, качества доказательств. Я подробно на них останавливаться не буду. У нас в Санкт-Петербурге есть регистр больных инвазивным аспергиллезом. Вот мы видим от 100 до 200 больных. Мы кое-что знаем о том, у каких пациентов возникает это осложнение. Прежде всего, это взрослые и прежде всего, это гематологические пациенты. И здесь надо отметить одно очень важное обстоятельство. Не надо думать, что инвазивный аспергиллез и инвазивные микозы вообще осложняют течение преимущественно больных острым миелоидным лейкозом. Это совершенно не так. Если вы посмотрите на результаты оценки нашего регистра, вы увидите, что больных острым лейкозом, на фоне которого, острым миелоидным лейкозом, на фоне которого развился инвазивный аспергиллез, было примерно столько же, сколько больных лимфомами. И это очень важное обстоятельство. То есть надо искать и заниматься первичной антифонгальной профилактикой не только у больных острым миелоидным лейкозом, но и у других гематологических больных, которые получают достаточно интенсивную цитостатическую терапию. Каковы факторы риска? Они хорошо известны у большинства больных, но не у всех. Была выражена нитропения, гранулатстос с медианой 14 суток, или лимфоцитопения с такой же медианой. И значительная часть больных получала системный глюкокортикостероид. У 27% гематологических больных, у 27% инвазивный аспергиллез развился на хоне аллогенной трансплантации гематологических стволовых клеток. То есть это классические иммуноскомпрометированные больные. Перед вами критерии иммуноскомпрометированных больных, которые были опубликованы в конце прошлого года. Это новое определение инвазивных микозов. Обратите, пожалуйста, внимание на эту публикацию. Там действительно есть кое-что новое. Если говорить об этиологии инвазивного аспергиллеза, она хорошо известна, и у наших пациентов она не отличается от пациентов других стран. Это три основных возбудителя. Аспергилл, фумигатус, нигер и флавус. А редкие составляют около 7%. Почему это важно? Потому что нет проблемы устойчивости возбудителей инвазивного аспергиллеза, за исключением редких. Все они чувствительны и к позаконозолу, и к бариконозолу. Единственное, надо отметить, что не все возбудители чувствительны к амфатрицинопе. Это следует иметь в виду, когда вы назначаете профилактику или лечение. Если говорить о первичной антифунгальной профилактике, то здесь очень важно уметь выбирать больных с риском, с высоким риском. Что значит высокий риск? Это риск развития инвазивных микозов более 10%. Вы видите, уровень рекомендации А2. Это однозначно рекомендовано, доказано в ходе когортных исследований. То есть это больные острым миелоидным лейкозом, лимфобластным лейкозом, это, конечно, высокого риска, безусловно, рецидив острого лейкоза, аллогенная трансплантация. Любые больные с агранулцитозом продолжительностью более 10 суток, предполагаемым агранулцитозом. И пациенты, которые получают высокие дозы глюкокортикостероидов в пересчете на преднизолом, больше 1 мг на 1 кг массы тела. Всем этим пациентам показана первичная антифунгальная профилактика. Если риск меньше, то есть это все остальные пациенты, то первичная антифунгальная профилактика не показана, и надо заниматься активной диагностикой. Единственным препаратом, который рекомендован с уровнем А1, является позаконозол. Он был проверен в пользе хорошо спланированного, рандомизированного исследования. Вы видите, надо учить эту дозу позаконозола. Все остальные препараты с невысокой рекомендацией. Не пытайтесь назначать луканозол, не назначайте и траконозол, потому что и траконозол не всасывается в современных пероральных вариантах, а флаконозол не активен против возбудителей инвазивного аспергеллеза, которым является основным патогеном у онкогематологических больных. У больных, которым проводят трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, вы видите, что рекомендации также похожи. Возможно использование позаконозола, или микофунгина, или вариконозола до приживления, а после приживления на фоне РТПХ и выраженной иммуносупрессии, позаконозол с уровнем рекомендации ААИ. Как выглядит инвазивный аспергеллез у гематологических больных? Прежде всего, это пневмония, реже синусит, и достаточно редко в настоящее время мы видим диссеминированный инвазивный аспергеллез с поражением ЦНС у онкогематологических больных за счет того, что онкогематологи научились рано выявлять это осложнение. Абсолютно неспецифичные клинические признаки, несмотря на то, что это пневмония, далеко не у всех кашель, даже не у всех повышение температуры тела, устойчивое к антибиотикам широкого спектра действия. Если говорить о диагностике инвазивного аспергеллеза, то очень важно выполнять временные показатели, то есть мы должны действовать очень быстро. Если вы заподозрили инвазивный аспергеллез, если, например, инвазивный микоз вообще, если пациент фибрильно лихорадит на фоне нейтропении применения антибиотиков широкого спектра действия более двух дней, надо сделать компьютерную томографию легких. Ну и, естественно, надо сделать, если есть клинические признаки пневмонии. И любые изменения, которые свидетельствуют о наличии инфекционного поражения легких, это повод для проведения бронхоскопии с получением материала из пораженного сегмента, и это тоже надо сделать рано, в течение 24 часов. И любимая лаборатория должна понимать, что когда ее принесут бронхоальвеолярный лаваш, надо сделать микроскопию с окраской калькофлюорам белым, тест на галактамонан и посев. Любой положительный результат свидетельствует о наличии инвазивного аспергеллеза. Что здесь важно? Ну, иногда мы видим вот такие изменения на КТ, которые не оставляют сомнений в том, что это инвазивный микоз легкого. Но, к сожалению, у большинства пациентов специфических признаков с симптомом ореолы или симптомом серпа нет. Особенно редко мы выявляем эти признаки у детей. А у остальных больных это очаговое поражение или инфильтративное поражение. Что, кстати, отмечено в последних рекомендациях по диагностике, в последних дефинициях инвазивных микозах. Ну и важно, чтобы лаборатория использовала окраску калькофлюором белым, села материал. Вы видите, что у данного пациента было три возбудителя инвазивного аспергеллеза одновременно. Это стоит учитывать в проведении лечения. Если вы проводите тест на галактамонан, здесь важно учитывать следующее обстоятельство. Отлично работает тест при исследовании БАЛ, но надо правильно его оценивать. И индекс оптической плотности формально положительным считается, когда он более 0,5. Но, в общем-то, лучше работает, выше специфичность, если индекс оптической плотности около единицы. И второе обстоятельство. Если у вашего пациента уже нет агронолцитоза, нет нитропини, то тест на галактамонан в сыворотке крови делать, наверное, не надо. Лучше делать БАЛ, потому что могут быть ложно-отрицательные результаты. Как лечить инвазивный аспергеллез? Прекрасно известно. Препарат выбора вариконазол, альтернатива липосомальный амфо-3-цин-Б или каспофунгин, не надо использовать и траконазол пероральных, не надо использовать обычный амфо-3-цин-Б для психолата. Что делать, если не работает стартовая терапия? Ну, рекомендован переход на лекарственное средство другого класса. Например, если получал пациент азол, надо переходить на липидный амфо-3-цин-Б или хинокандин. Следует использовать вариконазол в тех случаях, когда его не использовали для стартовой терапии, альтернатива позаконазол. И надо, кстати, сказать, что здесь указано, что надо проводить определение концентрации препаратов плазмы. Это обязательно для вариконазола, особенно в случае неуспеха стартовой терапии. Но, к сожалению, далеко не во всех лечебных, учреждениях есть возможность проведения мониторинга концентрации азола в плазме. Тут надо сказать, что скоро выйдет новый вариант позаконазол – таблетки, которые характеризуются повышенными, улучшенными показателями фармакокинетики. И тогда необходимость мониторинга снижается. Ну и заканчивая свое выступление по поводу инвазивного аспирокиллеза, я хочу отметить, что по данным нашего регистра значительно лучше мы стали лечить это осложнение. Если раньше умирали примерно половина больных, сейчас более 80% пациентов мы спасаем. И успешно продолжаем лечить фоновое амкогематологическое заболевание на фоне вторичной профилактики, что является тоже важным условием успешного лечения. Если вы зайдете на сайт Европейской конфедерации медицинских мекологов, или на сайт Европейской гематологической ассоциации и их веб.орг, то вы найдете на русском языке вот такие замечательные карточки, где на одной страничке очень четко понятно расписаны методы профилактики, диагностики и лечения инвазивного аспирокиллеза, то есть то, о чем я вам так скучно рассказывал в течение этих 10 минут. Вторая рекомендация, вторые рекомендации, о которых я хотел бы рассказать, это всемирные рекомендации по диагностике и лечению мукормикоза. Надо сказать, что это первые всемирные рекомендации, в микологии, я, наверное, думаю, что в инфектологии у онкодематологических больных вообще первые. Вы видите, что здесь 74 автора из различных стран, от Аляски до Австралии, включая Российскую Федерацию, которую я представлял, в подготовке этих рекомендаций. Мукормикоз встречается существенно реже, примерно 10 раз реже, по сравнению с инвазивным аспирогиллезом, тоже болеют преимущественно взрослые и преимущественно онкодематологические больные. Чем различается фоновое состояние, фоновое заболевание при развитии мукормикоза и инвазивного аспирогиллеза? С одной стороны, казалось бы, факторы риска похожи. Тот же агронолцитоз, та же лимфоцитопения, применение стероидов, аллогенная трансплантация, но вы видите, что медиана агронолцитоза 30 суток, а не 2 недели, в 2 раза больше. Медиана лимфоцитопения также в 2 раза больше. Аллогенную трансплантацию делали примерно в 2 раза чаще. То есть мукормикоз возникает у экстремально иммуноскомпрометированных онкогематологических больных. Причем у половины этих пациентов мукормикоз возникает на фоне успешного лечения инвазивного аспирогиллеза. То есть это вторая грибковая суперинфекция. И почему он развивается? Потому что пациентов лечат вариконазолом, прекрасно работает препарат, но он не активен против мукормеце. Основные три возбудителя. Тут важно понимать, что мукормецеты полирезистентные патогены, не всегда работают. А в отрицинбе работает постаконазол, вариконазол, и траконазол, флуконазол не работает, не активен против этих патогенов. Опять же вам напомню, пациентам, которым показана первичная антифунгальная профилактика, это больные с риском развития инвазивных микозов, более 10%. То есть все пациенты, у которых предполагается агранулстос более 10 суток, или больные, которым назначают глюкокортикостероиды в дозе 1 мг на 1 кг массы тела в пересчете на преднизолон. Ну и единственным препаратом, который рекомендован для профилактики мукромикоза, является позаконазол в стандартной профилактической дозе. Вариконазол, и траконазол, и флуконазол не рекомендовано, поскольку они не активны против мукромикоза. Как клинически выглядит мукромикоз? Конечно, преимущественно пневмония, но достаточно часто возникает синусид деструктивный, и, что очень важно, мы видим высокую частоту диссиминированного процесса, который отражает позднюю диагностику. И, к сожалению, высокая частота поражения центральной нервной системы. Это следует учитывать. Ну и, конечно, очень характерные изменения кожи и подкожной клетчатки при мукромикозе, вот такой чёрный струк с признаками визуального плесневого поражения или вот такие признаки поражения придаточных пазух носа с деструкцией орбиты, с поражением мягких тканей, с деструкцией нёбы и так далее. Мукромикоз – страшное заболевание. Это алгоритм диагностики мукромикоза. Я не торопясь расскажу, как надо ставить диагноз и закончу послезавтра. Я шучу, не пугайтесь. Значит, что здесь самое главное? Два обстоятельства. Если вы подозреваете мукромикоз и вы выявили более или менее характерные признаки на КТ лёгких или на КТ придаточных пазух носа, надо сделать КТ других органов и систем. Это очень важное обстоятельство, потому что мукромикоз протекает с высокой частотой гематогенной диссиминации. Ну и обязательно делать биопсию. Иногда мы видим вот такие изменения, они характерны, симптом обратного ореола или приврит. И диагностика лабораторная заключается в микроскопии и в исследовании гистологических препаратов. Здесь важно использовать специфические окраски по окраске калькофлёром белым и по гракоту. В лечении принципиально важно хирургическое удаление поражённых тканей. Вы видите уровень рекомендации А2 при любой локализации мукромикоза. В лечении не надо использовать стандартный ампатерицин-Б, использовать надо липидный и препаратом альтернативным и для последующего лечения является позаконазол. Как лечат мукромикоз в Санкт-Петербурге и в других городах? Преимущественно позаконазолом и липидным ампатерицином-Б. И мы видим, что если раньше погибали практически все, то сейчас мы больше половины таких больных спасаем. Запомните, что на сайтах Европейской конфедерации медицинских микологов и Европейской гематологической ассоциации есть замечательные карточки, где всё написано, как проводить профилактику, диагностику, лечение мукромикоза. И я заканчиваю своё выступление. Запишите, пожалуйста, адрес электронной почты. Если я могу вам чем-то помочь, всегда к вашим услугам. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok